Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку о лисе в стране чудес. В прошлой серии мы остановились на том, чтобы прочитали полностью главу, которая называется «Повесть черепахи Квази». Сегодня нас ждет глава, которая называется «Морская кадриль». Ну что, поехали. «Черепах Квази глубоко вздохнул и вытер глаза. Он хлянул на лис. Видно, что-то хотел сказать, но его душили видания. Ну прямо, словно кость у него в горе застряла, сказал Грифон. Подошла в немного и принялся трясти Квази и бить его по спине. Наконец черепаха Квази обрел голос и, обливаясь слезами, заговорил. «Ты, Грифон, не жевала подолгу над ним узком?» «Не жила», – сказала Алиса. «И должно быть никогда не видала живого омара. Зато я его пробовала», – начала Алиса. Нос похватилась и покачала голову. «Нет, не видала. Значит, ты не имеешь понятия, как приятно танцевать морскую кадриль с омарами». «Нет, не имею», – вздохнула Алиса. «А что это за танец?» «Прежде всего», – начал Грифон, – «все выстраиваются в рядном морском берегу». «В два ряда», – закричал черепаха Квази, тюлени, лососи, морские черепахи и все остальные. «И как только очистишь берег от медуз, а это не так-то просто», – вставил Грифон. «Делаешь сначала два шага вперед», – продолжал черепаха Квази. «Взял салучку омара», – закричал Грифон. «Конечно», – подтвердил черепаха Квази. «Делаешь два прохода вперед, кидаешься на портнеров, меняешь омаров и возвращаешься назад. Тем же порядком закончил Грифон, а потом продолжал черепаха Квази. «Швыряешь омаров, крикнул Грифон, подпрыгивая в воздух, подальше в море. Плываешь за ними, радостно завопил Грифон. Кувыркаешься разок в море, воскликнул черепаха Квази и прошелся по песку. Снова меняешь омаров, вопил весь голос Грифон. И тут возвращаешься на берег. Вот и вся первая фигура», – сказал Квази, внезапно, упавшим голосом, и два друга только что, как безумные, прыгавшие по песку, загрустили. «Если и с тоской взглянули на Алису, это должно быть очень красивый танец», – робко заметила Алиса. «Хочешь посмотреть?» – спросил черепаха Квази. «Очень», – сказала Алиса. «Вставай», – приказал Грифону Квази. «Покажем ей первую фигуру. Ничего, что тут нет омаров. И мы без них обойдемся. Кто будет петь?» «Пой ты», – сказал Грифон. «Я не помню слов». И они влажно заплясали вокруг Алисы, размахивая в такт головами и замечая, что что-то ело, наступают ей на ноги. Черепаха Квази затянул грудственную песню. «Большое спасибо», – сказала Алиса, – радует, что танец наконец-то кончился. «Очень интересно было посмотреть. А песня про треску мне очень понравилась. Такая забавная. Кстати, о треске начал черепаха Квази. Ты, конечно, ее видала?» Она испуганно замолчала, но черепаха Квази не смутился. «Не знаю, что ты хочешь этим сказать», – заметил черепаха Квази. «Но раз вы так часто встречались, ты, конечно, знаешь, как она выглядит». «Да, кажется, знаю», – сказала задумчивая Алиса. «Хвост во рту и вся в сухарях. Насчет сухарей ты ошибаешься», – возразил черепаха Квази. «Сухари все равно смылись бы в море, но хвост у нее, правда, во рту. Дело в том, что тот черепаха Квази широко зевнул и закрыл груза. Объясни ей про хвост», – сказал он Грифон. «Дело в том», – сказал Грифон, – «что она очень любит танцевать с омрами. Вот они и швыряют ее в море, вот она и летит далеко-далеко. Вот хвост у нее и застряет во рту. Да так редко, что не вытащить все». «Спасибо», – сказал Алиса, – «это очень интересно. Я ничего этого трески не знала». «Если хочешь», – сказал Грифон, – «я тебе много еще могу перед треской сказать. Знаешь, почему ее называют треской?» «Никогда об этом не думала», – ответила Алиса. «Почему?» – «Треску много», – сказал значительно Грифон. Алиса выстиралась. «Много треску?» – переспросила она с недоумением. «Ну да», – подтвердил Грифон, – «либо она так себе. Толку от нее мало, а треску много». Алиса молчала и только смотрела на Грифона с шевыковосковыми глазами. «Очень любит поговорить», – продолжал Грифон, – «как начнет трещать, хоть вон беги, и друзей себе таких же подобрала. Ходит к ней один старичок-судачок, с утра до ночи судачит, а еще щука забегает, так она всех щучит, бывает и сом, это во всем сомневается. А как соберутся все вместе, такой подымут шум, что голова кругом идет, белуху, знаешь, Алиса кивнула. Так это они ее довели, никак бедная прийти в себя не может, все ревет и ревет. Поэтому говорят, ревет, как белуха, робко спросила Алиса. «Ну да», – сказал Грифон, – «поэтому тут черепаха Квази открыл глаза». «Ну хватит об этом, – проговорил он, – расскажи теперь про свои приключения. Я с удовольствием расскажу все, что случилось со мной сегодня с утра», – сказала неуверенно Алиса, – «а про вчера я рассказывать не буду, потому что тогда я была совсем дорогая. Объяснить, – сказал черепаха Квази. Нет, сначала приключение нетерпеливо перебил его Грифон объяснить очень долго». И Алиса начала рассказывать все, что с ней случилось в той минуте, когда она увидела белого кролика. Сначала ей было немножко не по себе. Грифон и черепаха Квази передвинулись к ней так близко и так широко раскрыли глаза Элитейну. Потом она осмелела Грифон и черепаха Квази молчали, пока она не дошла до встречи с синей гусеницей и попытки прочитать ей папу Вильяма. Тут черепаха Квази глубоко вздохнула, сказала «Очень странно, страннее некуда», – подхватил Грифон. «Все слова не те», – вздумчиво произнес черепаха Квази. «Хорошо бы она там что-нибудь прочитала. Вели ей начать». И он посмотрел на Грифона, словно тот имел над Алисой власть. «Встань и читай. Это голос лентяя», – приказал Алисе Грифон. «Как все задеть, как все здесь любят распоряжаться, подумала Алиса только, и делают, что заставляют читать. Можно подумать, что я в школе». Все же она послушно встала и начала читать, но мысли ее были так запляты омарами и морской кадрилью, что она и сама не знала, что говорить. Слова получились действительно очень странные. Это голос Амары. «Вы слышите крик? Вы меня разварили. Ах, где мой парик?» И поправивши носом жилетку и бант, он идет на носочках, как лондонский франт. «Если отмель пустинно и тихо кругом, он кричит, что акула ему нипочем. Но лишь только вдали заприметит акул, он забьется в песок и кричит королу». «Совсем не похоже на то, что я читал ребенком в школе, заметил грифон. Я никогда этих стихов не слышал». «Я сказал Квазе, но по правде говоря, это ужасный вздор». Алиса ничего не сказала, она села на песок и закрыла лицо руками. Ей уж и не верилось, что все еще может снова стать как прежде. «Она ничего объяснить не может», – торопливо сказал грифон. И повернувшись к Алисе, прибавил. «Читай дальше, а почему он идет на носочках?» «Квазе объясни мне хоть это». Ну вот и все. Мы прочитали первую часть главы, которая называется «Морская кадриль». В следующей серии нас ждет вторая часть этой главы. Но это мы уже будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур-11 ТВ. Пока-пока. Покеда.